Вы дает ли программа модульные шкафы, как еще 9070RU04 кВт? К примеру, встроенная ТП 10.04 кВт есть возможность в программе выполнить расчеты? Скажем, замоделить можно, замоделить можно все что угодно. Расчеты надо смотреть, расчеты зависят от того, как вы зададите параметры расчета. Это все, опять же, от коэффициента спроса в настройках. Еще раз возвращаясь, то есть каждому потребителю вы задаете классификацию нагрузки. Соответственно, от классификации нагрузки есть и коэффициент спроса. Если определенное количество нагрузки складывается, то он использует именно этот коэффициент спроса. Будет расчет мощности, если я правильно понял вопрос. Сметные свойства элементов. Сметчики работают по спецификации МООС или с моделью, с плагинами, с методом программ для Revit. Получается, Revit без проблем может выдать объемы материалов, то есть по ганаж, количество элементов – это не проблема. Есть универсальные плагины международные, которые позволяют это все вытащить в сметные программы, есть российские разработки, которые работают со сметными программами и имеют возможность это все туда перенести. Есть сложность с привязками работ ко всему этому, потому что по умолчанию Revit этого не знает. Ряд российских программ позволяет внутри себя, на промежуточном этапе между Revit и сметной программой, к определенным элементам привязать необходимые работы. Но это ручная такая работа, которая в России пока еще не до конца отлажена и ввиду нехватки стандартов по именно BIM-проектированию, по информационному моделированию работать не так эффективно. В зарубежных проектах это все работает через несколько других комплексов. В каждый элемент вписывается три вида и больше классификаторов, которые точно описывают этот элемент, его всю необходимую информацию. По этим трем параметрам сметчик может автоматически определить все необходимые работы, все необходимые дополнительные материалы, которые нужны, обмазочные и прочее. И практически на 95% автоматизировано, модель передается в сметный расчетный комплекс и оттуда уже получается смета. В России, я думаю, это когда-то появится, но только после того, как будут разработаны классификаторы на государственном уровне либо приняты какие-то зарубежные классификаторы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова